Спортивные игровые площадки по Казамазово-10 уже много лет. Здесь стал разрушаться асфальт. Для ребят такое покрытие. Неудобное и, самое главное, травмоопасное. Потребность в капитальном ремонте встала с особой остротой. С проектом реновации площадки Центр внешкольной работы вышел на программу инициативного бюджетирования «Вам решать» и получил областное финансирование. Наша инициативная группа, которой большое спасибо, это родители наших воспитанников. Они вышли с предложением, с идеей запустить документы на эту площадку, в эту программу вступить и сделать капитальный ремонт. И действительно у нас получилось. Мы собрали нужное количество голосов. Спасибо местным жителям, которые помогли и поддержали нашу площадку. И сейчас уютный город делают эту площадку. Сейчас площадка готова более чем на 50%. Уже уложили асфальт, поставили столбы под сетку ограждения. Выкорчевали деревья, которые мешали. На следующих этапах уложат современное прорезиненное покрытие. Установят новые баскетбольные кольца, футбольные ворота, систему видеонаблюдения. В этом году мы предусмотрели здесь еще большие ворота для того, чтобы заезжала техника. Потому что если мы видим с вами, то зимой детские площадки практически не чистятся. И здесь был проблематичен тоже на старой площадке заезд техники. Сейчас будут большие ворота, и мы можем заказать технику. И техника спокойно почистит. И наши ребятишки, и молодежь, и взрослые населения спокойно придут на площадку. И зимой тоже будут заниматься. Современная площадка будет оснащена всем необходимым для игр. Но, по словам директора центра внешкольной работы, каток здесь заливать не планируют, так как нет технической возможности. Заливки катка здесь не будет, потому что здесь нет технической возможности заливки. Если на соколе мы можем заливать, потому что у нас рядом клуб, и мы спокойно можем пользоваться той водой, которая у нас здесь, то здесь рядом клуба нет, и мы не можем протянуть сюда воду и залить. Ну и для того, чтобы залить каток, здесь, конечно, нужны определенные технологии и специалисты, которые это будут делать. Стоимость проекта – около 6 миллионов. Закончить работы планируют к началу нового учебного года – 1 сентября.